Привет, друзья! Вы на канале Мистер Бритва, и сегодня в моем исполнении будет очередной сеанс влажного классического бритья. Сегодня у меня по плану бритье на камеру, обзор новинок канала и комментарии по части рабочих характеристик этих самых новинок. Кому интересно, не проходите мимо, занимайте места поудобнее, я начинаю. И начинаю по традиции с представления героев и участников моей сегодняшней изобретки. Участники интересные, достаточно самобытные, но и местами, я бы даже сказал, редкие. В общем, не буду тянуть кота за пушистое место, давайте смотреть. Помазок сегодняшнего видеоролика, экземпляр китайских мастеров от Яци Браш Профэшн. Помазок из барсука, узел 24, высота 52, ручка сделана из смолы. Очень красивая и интересная ручка, на торце которой есть вся необходимая справочная информация о данной компании. Ручка удобная, потому что снизу имеет определенные грани и вот эти самые грани в руке ощущаются очень даже хорошо. Что в сухой руке, что в мокрой руке. Помазок не скользит, помазок удерживается достаточно хорошо и здесь обратная связь очень даже хорошая. То есть, ты берешь помазок, прекрасно понимаешь, как его лучше взять, как им работать для достижения максимального результата. Плотность набивки у помазка хорошая, никаких в этом плане минусов я у данного экземпляра не заметил. Помазок отправляю на замачивание в мой традиционный пластиковый стакан. Из магнита или из фикс прайса, я уже точно не помню. Стаканчик покупал за 8 или 10 рублей, это было года 4 назад и с тех пор стакан. Именно этот стакан стал для меня неотъемлемым атрибутом моих сеансов бритья. Мыло. Экземплярчик интересный, бюджетный и в то же время достаточно самобытный. Речь идет про вот такое вот мыло из Голландии. Поставляется в пластиковой баночке, открывается. И на верхней части крышки мы видим наименование данного продукта. Называется мыло Вергульдехенд, что в переводе «Золотые руки» или «Золотая рука». Компания достаточно старая. Вергульдехенд это голландская мануфактура, которая работает очень-очень-очень давно. Об этом, кстати, компания не забывает нас с вами предупреждать на упаковке своего продукта. Указывают они, что компания работает более 450 лет. То есть мы с вами прекрасно понимаем опыт данных мастеров. Прекрасно понимаем, что продукт сбалансированный. Продукт прошел определенные испытания, но и закален этот продукт временем. Чего греха таить 450 лет. Мало кто из существующих на рынке косметических компаний по бритью может чем-то подобным похвастать. Вергульдехенд может, но поэтому и хвастает. На баночке сбоку есть указание состава и указывается масса данного продукта. Состав веганский, масса 75 грамм. В баночке располагается классическое твердое мыло для бритья. Оно реально, друзья, твердое. И оно напоминает сорта английского мыла для бритья. Типа D.R. Harris, Joe Tramper, Pinchaligon, Truffet Hill и так далее. То есть мыло реально твердое. И это очень-очень-очень экономное мыло. Но, поверьте мне, за все лето я смог убедиться в том, что продукт практически не смыливаемый. Чтобы убить эту шайбу, ну, потребуются, возможно, даже годы. Я, друзья, не преувеличиваю. У меня баночка старого дизайна. Была куплена в Голландии. Года три, может даже четыре тому назад. Мыло распаковывалось на канале очень давно. Но, если эту распаковку найду, обязательно где-нибудь здесь в комментариях оставлю ссылку на данную распаковку. Покупалось мыло в Голландии по цене меньше двух евро на момент покупки. То есть два евро, даже если мы с вами округлим, за твердое мыло для бритья фабричного производства. Я считаю это очень-очень круто. Повторю, что дизайн у меня старый. Выглядит следующим образом. Новый дизайн немного отличается. Но, насколько я понимаю, рецептура мыла та же самая. Немного просто поменялась его подача. После бритья будет у меня использован сегодня вот такой лосьончик на спирту Альпа 378. Интересный продукт из Чехии. Бюджетный, интересный продукт с достаточно большой историей. С достаточно интересным воздействием на кожу. И с достаточно высокими рабочими характеристиками. У меня был полный флакон. Я за лето немного этот лосьончик подрасходовал. И уже определенное впечатление мнения по данному продукту сложилось. Лосьон я не покупал. Это подарок друга и подписчика моего канала Андрея Устимчакова. Андрею огромное спасибо и пламенный привет. Благодаря Андрею данный продукт я протестирую. Протестировал. Ну и надеюсь, что буду тестировать дальше для составления максимально объективной картины. Ну и, разумеется, для восстановления кожи после бритья. Продукт для этого подходит хорошо, но об этом в конце видеоролика. Ну и связка станок лезвием сегодня достаточно интересная. Я бы даже сказал, экстремально интересная. Потому что я не знаю, чего ожидать от этой связки. Станок интересный. Более-менее по нему еще информация в сети встречается и имеется. Но от лезвия настоящего рода эксклюзив. Друзья мои, лезвие из Китая под названием Ри Мэй. Много информации на китайском языке. На английском написано лишь то, что это Стэнли Стил Блейд. То есть лезвие из нержавеющей стали. Все остальное написано на китайском. Поэтому больше по этому продукту я вам сказать не могу. Я знаю компанию Ри Мэй достаточно давно. Это компания, которая занимается изготовлением бюджетных Т-образных станков. В ценовом диапазоне 3-5 долларов. Что-то в этом роде. Но и у компании также есть лезвие для бритья. Сегодня эти лезвия испытаем. Попробуем. Узнаем, что за продукт. Как работает. И с чем можно сравнить. С обратной стороны также все на китайском языке. Поэтому, друзья мои, повторюсь, информации немного. Насколько я знаю, у Ри Мэй нет помазков, нет косметики для бритья. Поэтому у них, так скажем, портфолио бритвенных продуктов достаточно небольшое. Лезвие и бюджетные станки. Будем пробовать, будем бриться, будем посмотреть. Ну и станочек, в котором сегодня у меня будет работать китайское лезвие. Это, друзья мои, Розорок Вундер Бар первой версии. Да, друзья мои, я сказал первой версии. Это очень важно, потому что есть также еще версия номер 2. У меня она также есть. Поэтому, когда-нибудь первую, вторую версию я, разумеется, схлестну в батле. Станок не мой. Станок мне дал на пробу, на обзоры. Мой друг, очень хороший человек, энтузиаст влажного классического бритья, которого зовут Федор. Мы с Федором дружим не первый год. Я недавно был в поездке. Мы с Федором встретились. И Федор мне данный станок предоставил на тесты, на обзоры. У Федора этот станок куплен очень давно. Федор им нормально бриться не может. Говорит, что кожа очень быстро устает. И все время есть какие-то определенные травмы и так далее. Будем смотреть, что за станок. Будем тестировать и буду составлять по нему свое собственное мнение и впечатление. Как вы заметили, это косорез. Голова сделана из нержавеющей стали. Это 316 морская нержавеющая сталь. Голова в полировке. Ручка сделана из титана. Насколько помню, она называется хала. Или что-то в этом роде. Если ошибся, извиняюсь. Если правильно или неправильно произнес, так же извиняюсь. Потому что я в языках не силен. Ручка мне не очень нравится. Думаю, что она будет не совсем практичной. Потому что в эти канавки будет забиваться пена. Со временем все это дело превратится в мощный мыльный налет. Грязь и так далее. Поэтому чистить станок нужно тщательно и внимательно. После каждой процедуры бритья. Это мое личное мнение. Сугубо мое личное мнение. Возможно я ошибаюсь. Возможно нет. В этом время покажет. Будет ли эта конструкция забиваться или нет. Но я имею ввиду вот в этих вот канавках. При голове из нержавеющей стали и ручке из титана. Станок имеет достаточно интересный баланс в сторону головы. То есть бриться им можно будет практически под собственным весом. Давайте будем пробовать бриться. Давайте будем испытывать все это добро в деле непосредственно на моем лице. Мыло. Сколько я им не брился. Сколько я им не орудовал. Вот оно у меня к баночке не прилепляется. Поэтому друзья мои в баночке им работать не очень удобно. Я имею ввиду что когда ты в баночке делаешь круговые движения. Тебе приходится за этим мылом охотиться. То есть ты его в эту сторону. Оно за помазком. Ты его в обратную сторону. Оно также движется по так скажем траекториям движения помазка. Поэтому мне вот так работать не очень комфортно. Я пришел для себя к выводу. Что я достаю мыло из банки. Беру мыло в руку. И в руке уже навожу пену. Потом перехожу на лицо. Мне так реально комфортнее. Кто как будет делать друзья мои. Это сугубо ваше личное мнение. Шайба твердая. Оно реально твердая. Не скажу что она белого цвета. Это цвет кофе с молоком. Если камера все это дело передает. Раньше на шайбе были письмена. На шайбе раньше была фирменная чекуха компании. В виде вот такой руки. Но прошло время. И все это дело у меня подсмылилось. Если будет видно на камеру. То вот что-то типа такой руки. Здесь на мыле было выбито. Скорее всего это та самая золотая рука. У которой нас компания предупреждала. Из названия данного продукта. Помазок я встряхнул от лишней влаги. Вот что он из себя представляет. После замачивания беру мыло. Помазок. Ну и давайте. Наворачивать круги по часовой и против часовой стрелки. Я мыло не замачиваю. В принципе считаю что это мыло пенится очень хорошо. Поэтому в замачивании предварительно мне нуждается. Кто-то замачивает. Кто-то не замачивает. Я вообще твердые мыло. Да и вообще любое другое мыло стараюсь не замачивать. Потому что об этом. Но нет никакой информации на упаковке. Если об этом не написано. То смысл заниматься самодеятельностью. Может наоборот. Из-за переизбытка влаги мыло будет работать иначе. Поэтому друзья мои. Повторюсь. Я вам рассказываю. И показываю то что делаю я. Если вы делаете как-то по другому. То это не значит что я прав. Или что вы не прав. И так далее. Это сугубо вкусовщина. Сколько людей. Сколько мнений. Поэтому я считаю что это вполне нормально. Делаю круговые движения по шайбе. По часовой. Против часовой стрелки. Делаю такие движения. Влево вправо. Вверх вниз. В общем. Друзья мои. Работаю по мазкам. Во все стороны. Сейчас немного добавлю воды. Воды добавил прямо на шайбу. Чего стесняться. Все равно ее после забора мыть. Поэтому. Я не боюсь это мыло намочить. Но замачивать его не считаю нужным. И не замачивал на протяжении всего лета. У меня нет дома точных весов. Чтобы рассказать вам сколько в граммах потеряло это мыло. То есть изначально я знаю сколько оно весит. Но я даже знаю сколько раз я побрился за лето. Это цифра известная. Я бы хотел узнать расход данного продукта. Но повторюсь весов настолько точных дома нет. Я пытался взвешивать на обычных весах. Но там достаточно большая погрешность. Я этим самым весам не сильно верил. Я думаю что в принципе этого достаточно. Сейчас я немного умоюсь. К вам вернусь. И мы с вами приступим к распределению пены. И к так скажем подготовке к первому проходу. Я немного умоюсь. К вам вернусь. И будем продолжать. Пену сегодня бью на лице. Никаких посредников. Никаких скатлов в чаш. Поэтому только хардкор. Только работа помазком. Непосредственно на лице. Никуда не уходите. Я сейчас к вам вернусь. Умыл себя друзья моим. Беру помазок. И начинаю работу. На лице. По мылу я сказал что это бюджетный голландский продукт. Мыло твердое. Сейчас давайте поговорим немного про запах этого мыла. Я смотрел обзоры зарубежных коллег. На этот продукт. Читал форумы и везде запах описывают по разному. Кто-то говорит что это якобы даже барбершоп. С чем я в корне не согласен. Кто-то говорит что это какой-то аналог мыла табак. Также по части аромата я в этом не согласен. Для меня запах представляет из себя смесь. Друзья мои. Свежестиранного белья. И мощной порции цитрусов. Да именно таким образом я слышу данный аромат. Свежестиранное белье. То есть вот эта вот чистота. Немного химии. Да вот порошка и так далее. И цитрусы. Цитрусы еще раз цитрусы. То есть хорошая порция цитрусов. Никакой лимонной горечи. Никакой сладости. Сбалансированные цитрусы как они есть. Пена густовата. Добавлю немного воды. И продолжим. Здесь нет большого количества пены. То есть бороды Деда Мороза не получить с данным продуктом. Но пена без пузырей. Пена без каких-либо других минусов и нюансов. То есть она плотная. Она хорошая. Она визуально красивая. Но она не объемная. Для кого-то это может быть минус. Для кого-то нет. Смотрите здесь сами. Кто что предпочитает больше. Помазок, друзья мои, очень удобен. Для работы на лице просто обалденная штука. У него очень хорошие, так скажем, данные пучка. И этот помазок я бы даже назвал универсалом. Отлично работает на лице. Очень хорошо работает в чашках, скатлах и так далее. Поэтому смело можно говорить о том, что данный продукт универсальный для работы на лице. В плане подготовки кожи щетины. Мне, друзья мои, все очень понравилось. Споласкиваю станочек. Напомню, Вундербар от компании Розорок. Первая версия. Интересный станочек. Давайте посмотрим, что он нам покажет на экзотических китайских лезвиях Рим Мэй. Первый проход по росту щетины объявляется открытым. И, друзья, он бреет. Причем он бреет очень даже хорошо. И лезвия очень сильно мне пока что напоминают зеленую астру. Вот закрой мне глаза, я скажу, что это зеленая астра. И по агрессии, и по чистоте, и по каким-то нюансам это реально астра. Вот здесь, на Китае, я бы подумал в самый последний момент. Это, друзья мои, чистая правда. Безопасно. Интуитивно все понятно. И визуально чисто. Посмотрим, конечно, тактильно, что будет, когда буду умываться перед вторым проходом. Но визуально очень даже хорошо. Станок промывается хорошо, не забивается. Удержание достаточно адекватное. То есть я станок держу в руке, и никаких проблем нет. Он не соскальзывает, он не мешает мне. Я не акцентирую свое внимание на данной ручке. То есть, ну, значит все хорошо. Значит хват полностью контролируемый. И это не могу не отметить. Скольжение у мыла хорошее. Пусть скольжение хорошее, но не идеальное. То есть, немного проседает этот параметр. Но напомню, что и цена продукта меньше 2 евро. То есть, даже с учетом современного курса, без доставки, без ничего, ну, блин, 180-190 рублей, ну, идеально по всем фронтам точно не будет. За идеально по всем фронтам нужно доплатить. Причем доплатить минимум в 2 раза. Примерно так. Это за 5-6 евро уже можно взять челло. Челло получше, поэтому как бы это немного другие деньги, немного другая категория. И говорить о том, что этот продукт откровенно плохой из-за приседающего по скольжения я, разумеется, не могу. Друзья мои, первый проход на этом завершен. Проход очень даже неплохой. Станок шел без каких-то проблем. Единственное, что в районе носа, вот здесь, где щетина уже непосредственно начинает расти под ноздрями, вот здесь побрить было немного проблематично. Все остальное лицо я побрил хорошо. И могу отметить положительные моменты в работе станка, положительные моменты в работе лезвия и положительные моменты в работе мыла. Пока, кроме немного проседающего по скольжению, никаких у меня вопросов и замечаний нет. Сейчас я умоюсь, к вам вернусь, буду делать второй проход, буду наносить пену и немного с вами поделюсь своими размышлениями. Приступаем к нанесению пены на второй проход, помазок у меня. Все тот же, мыло все то же, лицо, как вы можете видеть, не изменилось. Единственное, что на нем стало меньше щетин. Кстати, щетина стало меньше намного. После первого прохода я умывался и заметил, что станок снял очень много. То есть, он практически в некоторых местах вышел в ноль. я думаю, что люди, кто бреется ежедневно, могли бы на этом закончить бритью. Есть некоторые места, где требуется, так скажем, дополнительный проход станком, но можно было бы спокойно обойтись одним проходом и сделать небольшие локальные добривки. Я, конечно, не буду этого делать. Я побреюсь в полноценные два прохода. Я к этому привык. Ежедневно я не бреюсь. Но если бы брился, то этот станок, я думаю, можно бы смело было использовать для таких целей. Станок не агрессивный. Станок информативный. Станок эффективный. И станок интуитивно понятный с первого бритья. То есть не надо ничего придумывать, не надо ничего там химичить, не надо к этому там как-то подстраиваться и так далее. Ты начинаешь бриться им как обычным станком и сразу пазл складывается. Это, друзья мои, не может не радовать. очки протру. как вы видели намылил я все не только лицо но очки сегодня брить не планирую поэтому от лишней пены избавлюсь. Второй проход друзья мы против роста на шее и поперек на щеках. Я уже много раз говорил о том почему я бреюсь именно в такой последовательности и в очередной раз хочу на этом заострить ваше внимание. кожа на лице у меня комбинированная и достаточно капризная поэтому щеки брить против роста я не могу точнее могу но потом мучаюсь раздражением вросшими волосами и так далее поэтому шею спокойно брю против роста щеки против роста брить у меня пока что не получается кожа у меня к этому не привыкает кожа у меня как ругалась много лет тому назад на такие манипуляции так ругается до сих пор поэтому щеки я брю вот в таком вот друзья мои порядке на втором проходе станочек стал заметно звонче видимо видимо более короткой щетине щетина короче щетина получается такой более упертой и когда щетина встречается с режущей кромкой лезвия то получается такой достаточно мощный звук на первом проходе тоже подобные звуки были но мне кажется они не так ярко были выражены как сейчас ну или возможно этому не придало значение небольшой кровяной подтек есть но я его не ощущаю то есть кожа у меня в этом месте не ругается не щипится и никакого дискомфорта я от этого не испытываю супер слант порезал причем сделал так деликатно что этот порез даже не отразил подходит к логическому завершению второй проход и вот если брить подносом вот так то все удобно все нормально а если брить сверху вниз то вот к этому месту подобраться тяжело особенность станка особенность конструктивная да так скажем буду к этому приспосабливаться станок не виноват что он такой есть поэтому в минусы я бы вот этот момент не спешил сразу заносить скажем так конструктивная особенность да не все станки идеально да и плюс дело привычки да с первого раза все равно сложно к каким-то таким манипуляциям привыкнуть на все необходимо время но и моторика рук на это тоже каким-то своеобразным образом влияет я друзья мои сейчас быстро умоюсь подготовлю свою кожу к нанесению автошеева к вам вернусь и подведем совместные итоги этого увлекательного сеанса бритья никуда не расходитесь после рекламы я вернусь итак друзья моим я все сделал после бритья все так скажем процессы завершил но и готов сейчас нанести лосьончик и подвести жирную черту подвести жирную черту и рассказать вам о своих ощущениях лосьончик от Андрея за что Андрею еще раз огромное спасибо напомню это Альпа 378 легендарнейший продукт с которым связано очень 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 много обзоров очень много историй вообще это очень хороший бюджетный продукт который наверное можно назвать даже отчасти уникальным уникальным по своему составу уникальным по каким-то так скажем форм факторам потому что смотрите мало кто что-то подобное делает чехи делают и делают достаточно давно с обратной стороны есть указания состава указывается вся необходимая справочная информация здесь 50 миллилитров объем стеклянный флакон поэтому отчасти этот лосьон можно назвать даже дорожным не побоюсь этого слова взял с собой 50 миллилитров на борт самолета можно до 100 можно провозить здесь 50 он и не большой и не тяжелый поэтому еще один плюс данного продукта в составе я вижу спирт 62% кстати мало кто указывает такую информацию в составе своих продуктов опять-таки за что чехам очередной плюс в их копилку открываю крышку крышка здесь тонкая пластиковая и под крышкой ждет нас с вами минус минус в том что здесь нет никакого дозатора отверстие достаточно большое поэтому продукт необходимо контролировать то есть дозировать его необходимо с умом не будешь процесс контролировать все вылежь в раковину за один присест в этом конечно минус для себя я пришел к выводу что я соплом флакон затыкаю пальцем переворачиваю флакон и потихоньку опускаю палец для того чтобы лосьон сочился вот еще чуть-чуть достаточно то есть вот в таком вот режиме использовать данный продукт можно без каких-то особых проблем но повторюсь контроль необходим иначе расход будет чудовищно большим с учетом того что побрился я хорошо и достаточно безопасно да не считая небольшой коцки в районе подбородка лосьон практически не жег хотя в составе 62% спирта ну это достаточно серьезно и солидно это не 20 это не 30 это даже не 45 62 есть 62 то есть если побриться неудачно будет жечь мама не горю что могу сказать по лосьону поскольку я его израсходовал ну процентов на 30 на 35 я уже про этот продукт могу с закрытыми глазами сказать что он мне понравился практически по всем фронтам понравился по аромату запах здесь друзья мои самый настоящий мощный густой шипр вкусный хороший шипр кому нравится шипр и его так скажем и вариации на тему шипра то здесь друзья мои вы найдете это с лихвой шипр здесь необычный за счет ментола в составе шипр здесь охлаждающий и в этом я вижу минус потому что шипр сам по себе ну скажем так аромат на холодное время года на осень на весну да на вот ранний переход между зимой и весной зима да то есть тоже для таких ароматов и здесь вот с учетом запаха как бы ментол не вяжется ментол у меня ассоциируется с летом шипр с каким-то холодным временем года и ментоловый шипр вот здесь как-то я его не понял для лета ментол хорошо но шипр слишком мощно особенно с учетом масочного режима с учетом того что ты много куда ходишь в маске под маской вот этот вот шипр ну это очень мощно это сильно и мне это не очень понравилось также из минусов могу отметить у данного лосьона отсутствие дозатора на этом наверное минусы данного продукта закончились и все остальное можно смело отнести к плюсам внешний вид и подача супер работа супер то есть он быстро затягивает кожу убирает раздражение убирает красноту и так далее не жирнит кожу не пересушивает кожу ложится хорошо впитывается быстро никакого там блеска и так далее нет это друзья мои очень очень хорошо шипровый аромат мне очень нравится по составу все тоже очень даже неплохо поэтому я поставлю этому продукту пять с минусом минусы я вам озвучил решайте для себя насколько эти минусы для вас конкретно критичны или нет помазок друзья мои это хорошая жирная пять это обалденная кисть с высокими рабочими характеристиками он у меня не линяет он у меня не воняет он у меня в сухом состоянии колется но в мокром состоянии никакой колкости нет удобная красивая ручка и универсальный узел 24 миллиметра высота 52 работает хорошо и в чаши на лице не жадничает очень даже хорошо все отдает в общем друзья мои каких-то замечаний и какого-то негатива по данному продукту я озвучить не могу ценник адекватный там он стоит по-моему 2700 рублей для барсука это реально недорого я считаю что это сбалансированный помазок который можно смело назвать универсальным продуктом для работы как на лице так и в чаше станок лезвия ну здесь надо еще погонять хорошенько станок с другими лезвиями но пока что друзья мои это шедевр это шедевр в плане работы лезвия и шедевр в плане работы самого станка связка 6 баллов из 5 возможных лезвия острые лезвия мягкие лезвия адекватные лезвия очень контролируемые и эффективные я имею ввиду хорошо контролируемые то есть ты понимаешь что ты делаешь и в этом нет никаких сюрпризов от лезвия нет такого что ты вел 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 станком по щеке где-то там недобрил где-то побрил где-то порезал то есть никаких фокусов никаких там камней за пазухой у этого продукта нет лезвия хорошие напоминают мне зеленую астру и я считаю что это хороший продукт который можно смело рекомендовать особенно любителям этой самой зеленой астры не знаю насколько хватит одного лезвия но по первому использованию могу сказать что это очень-очень хороший продукт станок друзья мои тоже очень хороший продукт который меня порадовал и приятно удивил по росту волос против роста волос поперек роста волос шел как бульдозер никаких вообще спотыканий никакого там раздумья он просто шел вперед делал свою работу и делал свою работу очень хорошо очень глубоко пробрил то есть визуально мне кажется что я выбрит чище чем обычно станок мягкий станок деликатный станок в этом плане хорошо сбалансирован я думаю что в этом заслуга также есть и лезвие которое я сегодня использовал станок удобно держится на этой ручке то есть в плане удержания никаких проблем нет станок контролируется без каких-то там особых танцев с бубном не надо никаких придумывать новых движений ты его ведешь как обычный станок он работает и работает хорошо станок хорошо промывается то есть он не забивается быстро в этом также я вижу большой плюс и по станку наверное из минусов или нюансов кому как больше нравится то что в этих местах в районе носа мне было как-то непривычно брить сверху вниз то есть в бок станок шел хорошо сверху вниз станок шел ну с каким-то так скажем с какой-то легкой непривычки я думаю что этот процесс разумеется я подкорректирую на более длительной дистанции пользования данным продуктом пока что все нравится и пока каких-то нюансов минусов которые прям можно назвать недостатками я для себя не отметил и вам пока ничего такого озвучить не готов ну и мыло друзья мои бюджетный продукт из Голландии де вергульде хенд опять-таки прошу прощения если произношение далеко от истины мыло за 2 евро да было это куплено 3-4 года тому назад но тем не менее за 2 евро куплено сразу в Голландии в Голландском супермаркете и кому интересно у меня есть фотографии полочки с голландскими продуктами которые у меня отправили друзья перед покупкой данного продукта пенообразование хорошее стойкость пены хорошее скольжение хорошее постскольжение среднее да какие-то были определенные нюансы уход за кожей лица хороший никакой сухости никаких проблем ничего подобного расход минимальный цена адекватная аромат на любителя но опять-таки это можно сказать абсолютно про любой продукт поэтому за запах здесь особо ругать я это мыло не буду да не вау но цена в общем и целом продукт 5 с минусом 5 с определенными замечаниями мои замечания к аромату я к цитрусовым в последнее время вообще никак да потому что поднадоела эта тема но для любителей фанатов цитрусов возможно этот аромат будет хорош из минусов могу отметить у данного продукта то что шайба мыла да не прилипает к дну чаши но опять-таки для кого-то минус для кого-то нет я приспособился я теперь на это внимание не обращаю но из минусов то что нет бороды деда мороза кому-то принципиально важно я раньше за этим гонялся сейчас я на это как-то смотрю для бритья для хорошего комфортного бритья вот столько пены не нужно для фотографии возможно но для этого можно взять там какой-нибудь крем который даст пену без каких-то проблем опять-таки если вам нужно это все фотографировать я пену не фотографирую поэтому для меня вот такой слой пены но в последнее время не является чем-то необходимым поэтому по совокупности факторов друзья мои продукту 5 с минусом расход повторюсь минимальный цена адекватная работа хорошая поэтому если по части влажного классического бритья не фанатеть если у тебя нет желания в голове насобирать 100 тысяч мыл и каждый раз брать новое на этом продукте можно смело остановиться это очень хорошая альтернатива другим бюджетным продуктам другим бюджетным таким как та же нивея прораза что там из бюджетного лотоха лея ну вот это примерно плюс-минус одного поля ягоды единственное что ароматы везде разные ну и достать этот продукт ну я не знаю сложно или нет потому что мне его привозили я лично его не покупал я лично за этим продуктом не охотился думаю что не сложно его достать было бы желание но опять-таки непонятно сколько это выйдет в каком-то денежном эквиваленте если это выйдет в 20 долларов за 20 долларов есть другие продукты если это мыло купить за 2-3 евро и доставка будет 2-3 евро ну за 5 евро еще использовать его можно но в этой ценовой категории есть уже конкуренты в виде жирового мыла чела это также нужно учитывать на этом друзья мы разрешите откланяться бритье подошло к концу надеюсь вам понравился обзор надеюсь вам понравились мои комментарии и выводы подписывайтесь на канал если вы на него до сих пор не подписаны ставьте лайки в знак благодарности мне за мои труды до новых встреч до новых сеансов бритья стримов распаковок и так далее с вами был мистер Бритва всем хорошего отличного бритья всем пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...